Девушки отдыхают И пандоренок, конечно! Немного о блюде, которое мы будем сегодня готовить. Курица с арахисом на вертеле. Это одно из традиционных блюд пандорейской кухни. В вашем мире оно известно как курица губао. Блюдо из Китая, местного аналога пандарии. Но вот только у нас оно готовится на вертеле. Блюдо обладает ярким и острым вкусом. Это характерная черта пандорейской традиционной пищевой кухни. Ну, чего же ждем? Давай уже готовить, друг! О, спасибо, Шинь! А я хотел просто затолкать арахис в курицу. Ну что, для готовки в игре нам нужен только фермерский цыпленок. Уже очень похож на куриное филе. Ну и, конечно же, арахис. А чтобы это блюдо было по-настоящему вкусным и похожим на курицу гунбао, я добавлю сладкий перец, имбель, морковь, чеснок, стручковую фасоль. А яйцо и соевый соус мне нужны будут, чтобы немного замариновать мясо. Первым делом необходимо нарезать курицу. Чтобы блюдо в итоге было больше похоже на картинку из игры, я сделаю два больших куска куриного филе. Остальные нарежу небольшими кусочками, но так, чтобы можно было нанизать потом на вертель. Режь ровней давай! Когда мясо будет нарезано, вбиваем в него яйцо. Солим и перчим, как всегда, по вкусу. И хорошенько все перемешиваем. Теперь добавляем соевый соус и оставляем в таком виде немного помариноваться, пока будем заниматься другими ингредиентами. Чтобы придать блюду более пикантный вкус, немного обжарим арахис. А после нарезаем небольшими кусочками овощи. Режь побольше. Ну что ты режешь, как для маленьких пандаренок? Когда овощи будут нарезаны, смешиваем их со стручковой фасолью. И вот теперь можно вернуться к нашей курице, а именно нанизать ее на вертель. А как приготовить мелко нарезанные овощи на вертеле? Все просто, с помощью фольги. Положив курицу на вертеле сверху фольги, присыпаем ее сверху всеми овощами и, конечно же, арахисом. Побольше, побольше! После чего можно все осторожно завернуть, так, чтобы ничего не вывалилось и желательно не вытек сок. В итоге должно получиться что-то подобное. А теперь о том, как я буду готовить на вертеле. Для начала, на всякий случай, чтобы не мыть потом дно духовки, положу противень на дно. А после поставлю вот такую штуку, на которую в итоге и устанавливается наш вертель. Он вставляется в специальный паз в задней стенке духовки. И теперь при включении специального режима будет крутиться. И это очень интересная и полезная вещь, я вам скажу. Спустя около 40 минут моя курица с арахисом на вертеле была готова. Мясо получилось очень сочным и вкусным. Ммм, вкуснятина! Спасибо, Шень! Я, если что, буду обращаться. Обращайся в любое время. Приятного аппетита! Присылайте свои идеи и предложения. Пока!